В основе драматического спектакля – непростая история о мальчике-аутисте. Она разворачивается в обычной московской квартире. Нина – любящая мама особенного ребенка Сергея. Будучи психологом по образованию, она относится к нему с большим пониманием и состраданием. Я очень люблю мыльные пузыри. Я наблюдаю за тем, как в них переливаются цвета. И перед тем, как лопнуть, в них исчезают коричневые и серые тона. Вначале из-за специфического поведения подростка из дома сбежал кот, потом ушла тетя, бабушка и в конце концов семью бросает отец. Дома Сергей постоянно закатывает истерики по любому поводу. А на улице его отталкивают прохожие, когда он пытается добродушно обнять одного из своих сверстников. Одинокой матери приходится нелегко сынам. И от отчаяния Нина отправляется в коррекционный центр «Добро». Там она показывает педагогам рисунки сына, с помощью которых он с раннего возраста научился выражать свои мысли и чувства. Рисунок для него как высказанная фраза. Он рисует то, о чем хочет сказать. Например, вот этого замечательного кота, вот этого, которым все восхищаются. Я нашла, знаете, где? Где? В мусорном ведре. Вот так. Да. Высказался и все, не забыл. Социальный центр «Добро» станет вторым домом для мальчика, где он обретет много друзей, которые будут понимать Сережу и говорить с ним на одном языке. Прекрасных звуков, добрых слов и теплых объятий. Здесь ему будет по-настоящему комфортно и уютно. Зрители с сопереживанием следили за судьбой главного героя. Аудитория в основном те, кто работает с детьми. В основном мы отдали приоритет образовательным организациям, то есть заведующим и руководителям детских дошкольных образовательных учреждений, которые иногда принимают таких особенных иных детей. И им это очень важно знать, как они находятся, эти дети, в нашей активной жизни. Декорации к спектаклю выполнены в синих тонах. Этот глубокий цвет символизирует детей индиго. Необыкновенных ребятишек, которые отличаются особенностями своей психики и качеством восприятия мира. Главная идея спектакля Натальи Бондарчук – объяснить зрителям, что аутизм – это вызов человечеству. И с этим заболеванием можно бороться только тогда, когда люди станут добрее, искреннее и человечнее по отношению друг к другу. Екатерина Старосветская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Спасибо. Спасибо. Спасибо.